Коллеги, доброе утро. Начинаем пресс-конференцию участников проекта Feel Ukraine. Его цель – возрождение бренда Украины и популяризация на международном уровне и среди украинской молодежи. Сегодня наши спикеры Филипп Зорин, президент Харьковского локального комитета Айсик в Украине, Ирина Бессараб, глава национального проекта Feel Ukraine в Харькове, Светлана Ситник, заместитель начальника управления по делам семьи и молодежи, департамента семьи и молодежи спорта, Хьюго Видал, участник национального проекта Feel Ukraine, и Кристофер Редис, также участник этого проекта. Доброе утро. Сейчас вам передам слово. Короткое объявление. Теперь мы вопросы задаем в микрофон. Если мы хотим задать вопрос, пожалуйста, поднимаем руку. Я подхожу и даю вам слово. Спикеры, пожалуйста, говорите тоже в микрофон. Так, Филипп, вам слово. Доброе утро. Он работает просто. Доброе утро всем. Спасибо, что пришли. Меня зовут Филипп, и до 31 января этого года я являюсь президентом Айсик в Харькове. Сейчас я немножко расскажу вам об организации Айсик, о ее миссии, и затем мы перейдем уже к обсуждению проекта Feel Ukraine. В целом об Айсике. Айсик – это международное молодежное движение, которое зародилось в 1948 году после Второй мировой войны в Европе, в семи европейских странах. И целью организации был мир. Сейчас цель организации и видение ее – это мир и реализация человеческого потенциала. И делаем мы это посредством развития лидерских качеств молодежи, потому что мы считаем, что фундаментальным решением мировых проблем будет воспитание поколения молодежи с правильными лидерскими качествами, которые нужны в современном мире. И как раз определенные лидерские качества мы и развиваем в молодежи. Делаем мы это посредством международных программ межкультурного обмена, что является уникальностью организации, потому что целью как раз того международного обмена, который мы делаем, это и есть развитие лидерства. Сейчас Айсик присутствует в 126 странах мира и постоянно растет, уже существует 68 лет. Айсик в Украине существует с 1994 года, и уже в этом году будет праздновать 22-летие. Айсик в Харькове существует с 2001 года, и сейчас на данный момент является Айсик в Украине самой большой молодежной общественной организацией в Украине. Что еще можно сказать о байсике? Это то, что мы осуществляем программы обмена в две стороны. То есть как наши студенты и молодые выпускники имеют возможность поехать на стажировки волонтерские, профессиональные, за рубеж в другие страны, так и к нам приезжают волонтеры. Собственно, что мы сегодня и наблюдаем. Это зимой в Харьков, и вот в эти дни как раз в Харьков приезжают волонтеры из разных стран мира. На данный момент Айсик в Харькове насчитывает 30 активных членов организации. И могу сказать о проекте Feel Ukraine. То, что мы в первый раз реализовываем такой национальный проект. Обычно наши проекты реализовываются в отдельных городах Украины, представительств в Украине всего на данный момент 18. И такой междугородний проект мы решили организовать национальный в первый раз этой зимой пробный, и однозначно будем его продолжать. Подробнее о миссии, целях проекта и его сути расскажет руководитель проекта Feel Ukraine в Харькове. Спасибо. Ирина, пожалуйста, вам слово. Всем добрый день. Этой зимой мы организовываем проект национального характера. Называется он Feel Ukraine. Проект разделен на два региона. Западный и Центральный регион. В нашем регионе, в котором мы, собственно, находимся, задействованы четыре города основных. Самых крупных это Харьков, Киев, Одесса и Днепропетровск. На что направлен, собственно говоря, проект? Проект направлен на популяризацию и возрождение бренда Украины. Знаете, Украину как бренд можно сравнить с брендом товара. Собственно говоря, если репутация у товара хорошая, то его будут покупать, им будут интересоваться, ну и, собственно говоря, желание о нем узнавать будет все выше и выше. Говоря об Украине, на данный момент репутация, скажем так, не самого лучшего характера. Поэтому основная задача проекта – это повышение бренда Украины на мировом уровне. Собственно говоря, мы приглашаем стажеров из всего мира. Проект длится шесть недель. Первые две недели стажеры уже находились в Киеве. Дальше они были в Днепропетровске, в Одессе и сейчас в Харькове. После этой недели они возвращаются обратно в Киев и потом уже к себе домой. Проект начался 14 декабря и заканчивается он 25 января. Дальше, собственно говоря, что мы показываем в городах, проект этот в основном культурный, то есть основная задача городов – это показать сильные стороны свои, рассказать о преимуществах, показать то, что люди здесь никуда, скажем, не собираются уезжать, а все-таки хотят жить, работать, развиваться, расти детей, продолжать свою деятельность, работу и карьеру в нашей стране. Результатом проекта будет сайт полностью на английском языке, который будет создан, на котором будет размещена информация о том, где были стажеры, куда они ходили, что они видели. То есть это, скажем, Украина глазами иностранцев, которые на своих впечатлениях, по своим фотографиям, по своим видео рассказывают о том, где они были и какие у них впечатления. Одно дело, когда об этом рассказывает кто-то из Украины, совсем другое, когда это все, скажем, своими же руками, своими глазами видели иностранные студенты, опять же, молодежь, которая будет двигать страну дальше и которая в последующем может быть и будет амбассадорами Украины за границей. То есть они уже по возвращению в свои страны будут рассказывать реальную историю того, что здесь происходит, потому как телевидение, интернет далеко не всегда передает всю правду того, что мы здесь можем наблюдать. Ирина, спасибо. Светлана, пожалуйста, Вам слово. Расскажите о взаимодействии с проектом. Добрый день. Разрешите поприветствовать Вас от Департамента семьи молодежи и спорта Харьковского городского совета, от Управления по делам семьи и молодежи. Действительно, Вы знаете, что Харьков, как молодежная студенческая столица, имеет очень хороший базис для развития молодежной политики. Есть большое количество организаций, активно работающих, и у нас есть пути сотрудничества, поддержка инициатив. И приятно видеть, когда Филипп рассказывал об истории АСИК-организации, что действительно организация работает уже столько лет, и ее все знают, она эффективная, и много интересных проектов ребята делают. Хотелось бы, чтобы таких было, конечно, больше. инициатив. Очень важно в этом проекте, о котором сегодня идет речь, о том, что идет популяризация Украины, о том, что молодежь может своими глазами рассказать о нашей стране, посмотреть и уже поделиться своими непосредственными впечатлениями, потому что, как мы знаем по методике равный-равному, когда рассказывает молодежь, молодежи, то это намного эффективнее, и намного запоминающийся, и, наверное, ярче. Что хотелось бы предложить в сотрудничество, в развитие проекта? Может быть, вы слышали о создании в городе Харькове молодежного совета при Харьковском городском голове, и есть одно из направлений, это комиссия по как раз международному сотрудничеству. Очень приятно было бы, если бы эта комиссия повзаимодействовала в проекте, может быть, чем-то помогла организационно. Также приятно, что здесь находятся ребята-волонтеры, это, скажем так, имеет уже отношение к волонтерскому движению, возглавляю Харьковский центр волонтеров, и сотрудничество у нас уже было в рамках школы волонтеров. Вот Филипп к нам приходил, рассказывал о деятельности организации, волонтеры приходили, делились своим опытом. То есть такая работа, я надеюсь, будет продолжаться, и ребята будут рассказывать о своих проектах, о своих инициативах, и они будут воплощаться уже и здесь, в городе Харькове, и в других городах и странах. Спасибо. Светлана, спасибо большое. Ну и уже передаем слово непосредственно участникам проекта Hugo Video. Пожалуйста, поделитесь вашими впечатлениями от участия. Я думаю, круто, если кто-то из вас переводит, попереводите, пожалуйста. Я изучаю визуальные искусства в университете, и я учитель английского. И я решил приехать в Украину на этот проект, потому что это что-то связанное с моей учебой. И не просто посетить Украину, но и узнать реалии страны и познакомиться с культурой. И сейчас мы уже пятую неделю в Украине, и мы можем прочувствовать то, что здесь происходит, и насколько это красивая страна. Где вы уже побывали? Где вы уже побывали? Мы были в Киеве, Днепропетровск, Одессе, и теперь в Харькове. Кристофер, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, меня зовут Кристофер, я из Мексики, Мехико. Мне 23 года, я изучаю торговые отношения, и я предприниматель также. И я решил приехать в Украину, чтобы увидеть реалии страны, потому что в Мексике много разных разночтений относительно того, что здесь происходит. За пять недель мы много узнали, развеяли много стереотипов и познакомились с людьми и со страной. Спасибо большое, коллеги, я думаю, давайте переходить к вопросам. Есть ли вопросы? Дмитрий? Дмитрий, пожалуйста, Дмитрий Овсянкин. Добрый день, Дмитрий Овсянкин, журнал «Аналитик.юэй». У меня вопрос к нашим гостям. Что именно им показывали, в частности в Харькове? И, Филипп, наверное, к вам, ну или Ирина, может, вы ответите. Кто показывал, кто сопровождал гостей, что им показывали, что они смогли увидеть, в частности, в Харькове? Спасибо. Дмитрий Овсянкин, from Analytic.юэй, журнал, магазин. So, what exactly have you seen in Kharkiv, guys? And to Iroh, who has accompanied interns? Okay, we arrived in Kharkiv yesterday, so first we went to Buddhist temple, and then we went to a synagogue, and it was a day to really understand the religious part of Kharkov. На самом деле, как я уже упоминала, мы хотим показать сильные стороны нашего города. То есть, так как город у нас религиозный, многорелигиозный, то вчера у нас был день религий. Мы рассказывали, показывали, как вот сказал уже Уга, религии нашего города, рассказывали о них. Сегодня, опять же, Харьков – это студенческая столица, то есть мы будем уделять время университетам, основным таким, как Юрокадемия, как Университет Каразина, Академия дизайна, Харьковский национальный экономический университет. Сегодня у нас день посвящен этому. Опять же, Харьков – это IT-столица, то есть в четверг у нас запланировано поход в IT-компанию Plarium на экскурсию. Также будет экскурсия, организованная по работе 3D-принтеров. То есть все такие основные моменты, аспекты нашего города мы попытаемся, мы уже уместили в наше расписание мероприятий. Каждый день у нас запланирован, расписан, вплоть по часам, по минутам, то есть нигде они сидеть и скучать не будут. Конечно, есть и свободное время. Обычно вот у нас начинаются экскурсии, и мы начинаем им рассказывать всю информацию где-то часов в 10 утра, и длится это до 5-6 вечера, потом у них свободное время. Опять же, там уже любая помощь от нас, везде она всегда приветствуется. Я прошу прощения, уточнить хотелось бы. А вот с людьми экскурсии, понятно, провели, показали, а с людьми удается пообщаться нашим гостям? Организацией самого проекта занимается моя команда, я как ее глава, в ней присутствует 5 человек. Значит, распланирован у нас график мероприятия таким образом, что присутствуют со стажерами минимум 2 человека от нашей команды, максимум это 5 человек. Таким образом, что 2 человека присутствуют, основная задача это рассказать, если нет экскурсовода, если есть экскурсовод, то этим занимается экскурсовод. Если вот вчера, сегодня мы идем в университеты, то это будет встреча со студентами, встреча с молодежными организациями, то есть непосредственное сотрудничество с аудиторией есть. Во сколько подъем? Виктория Меженина, Харьковский инфоцентр. Скажите, пожалуйста, что произвело самое неизгладимое впечатление, неожиданное, может быть, вот в городе? И вообще, вот что запомнилось уже за эти дни нашим гостям? Итак, ребята, что было самое неизгладимое впечатление о Харькове, самое неизгладимое впечатление сегодняшнего дня? Когда мы идем в бодистам, в Падога, это было очень интересно, потому что мы не имеем в Латинской Америке много Падогов. Запомнилась очень вчера Пагода вьетнамская, потому что, да, мы хотели показать то, что Харьков интернациональный город, и, как Ира уже сказала, у нас был День религии вчера, поэтому у них нет такого в Мексике, и поэтому это им запомнилось. А где у нас Пагода находится? Здесь я расскажу. В общем, это очень впечатлило то, как могут сосуществовать религии разной национальности в одном городе. Светлана, как взаимодействуете вы с проектом? Сотрудничество с департаментом уже давно происходит в различных проектах. И в этом тоже будет оказана поддержка всевозможная. Я бы хотела предложить, может быть, если в графике есть немножечко свободного времени, пообщаться, чтобы ребята пообщались с волонтерами, которые здесь активно ведут и социальную работу, и культурно-досуговую, творческую. У нас по пятницам происходит городская школа волонтеров, и если будет в расписании окошечко, то мы с удовольствием такую встречу организуем по обмену опытом волонтерской деятельности. У меня еще вопросы к Хьюго, к Кристоферу. Как вы об Украине узнали? Почему именно Украина? Уже два года у него было желание приехать в Украину, у Кристофера. Ну вот только сейчас появилась такая возможность. Я поехал в Донецк, и сейчас я не могу знать эту красивую город. Я добавлю от себя, что это третья его стажировка от Айсек, и он хотел приехать в Донецк, но сейчас он сожалеет, что уже не может туда приехать. Некоторые политики в Мексике используют информацию отсюда для своих личных целей. И Кристофер приехал сюда, чтобы узнать правду, а не то, что политики хотят знать, то, что политики хотят, чтобы он знал. И также хотел увидеть снег. У Хьюго немножко другая история, чем у Кристофера. Это мой последний год моих студентов, и я решил сделать университет, после того, как я закончил. Сейчас он на последнем курсе в университете, и поэтому он решил поехать на стажировку до того, как закончил университет. Когда Хьюго искал проекты нашей внутренней системы в организации, то именно этот проект привлек его внимание. В Бразилии не так много новостей об Украине. И он спросил не почему Украина, а почему бы не в Украину поехать. И так он решил приехать. Спасибо. У меня еще один вопрос к нашим гостям, к Хьюго и Кристоферу. Вот после проекта, как вы для себя видите продвигать бренд Украина? Вообще, зачем вам это нужно, продвигать бренд Украина? И как, если вы возьметесь этим заниматься, как вы видите это делать? Спасибо. Хьюго и Кристофер, после проекта закончится в Украине, если вы продолжаете продвигать бренд Украины, почему вы это сделаете? И как вы это сделаете? Да, я продолжу продвигать Украину. Этот проект является действительно интересным культурой Украины и украинской культуры. И он действительно делает это. Да, Хьюго будет продвигать бренд Украины. И с этим проектом у него было достаточно возможности узнать в Украине. И украинцы очень похожи на бразильцев. Потому что, когда мы выходим из Бразилия, мы пытаемся сказать не только о хороших вещах о Бразилии, потому что, когда мы выезжаем из Бразилии, мы стараемся говорить не только о хороших вещах о Бразилии. Но это не правда. Мы имеем много хороших вещей, и так и о Украине. И, когда мы живем здесь 5 недель, я могу поговорить об этом себе. И у нас есть очень много хороших вещей и в Украине, и в Бразилии. И поэтому мы будем просто о них рассказывать. Спасибо. Но я добавлю от себя, что Харьков город студенческий, поэтому ребята даже непонятно, что ребята так издалека приехали. Харьков город студенческий, и есть много студентов в Харьков. Так что люди не понимают, что вы интернеры из окружающих. Есть ли какой-то похожий проект в других странах? Вообще это, как я понимаю, это уникальный проект? Или где-то уже он проходил? Какая-то страна продвигала ли себя? Я могу сказать? Да, конечно. Есть, на самом деле, таких проектов много по миру. И у некоторых стран уже есть бренды, помимо бренда Айсека, есть бренды проектов, которые уже идут не первый год. И одним из таких известных проектов будет, есть Explore Russia, на самом деле, в России. Узнай Россию. И такой проект в России проходит очень каждый год и достаточно в большом масштабе. В Украине мы начали делать такой только в этом году. Помимо Explore Russia есть также такие подобные проекты в Колумбии, точно знаю. Насчет других стран, Египет, Тунис, Хорватия. Бразилия, Мексика, там есть. В Бразилии и Мексика. Есть ли какие-то проекты, например, в Украине, но о промоутении брендов Бразилии и Мексики? Ты знаешь? Нет. В Бразилии нет. В Мексике мы имеем компания, потому что у нас есть проблемы сейчас с тем, что происходит в Мексике. В Мексике, в Айсеке, в Мексике проходит такой кампейн, соревнование, потому что у них есть много проблем, которые происходят в стране. Мы решили, что каждой группой из Айсек в Мексике нужно продвигать Мексику как безопасное стране. И поэтому после реализации проектов в Айсеке, в локальных комитетах Айсек в Мексике, они решили, что стажеры должны обязательно продвигать бренд страны за рубежом. Потому что они решили, что хотят разбивать стереотипы, и их страна – это не только плохие новости, плохие вещи. В Бразилии мы делаем то же самое, что каждый локальный комитет продвигает себя. И ты больше ничего не понимаешь. Так что стереотипы не только о Украине, но и о Бразилии и Мексике, потому что Бразилия – карнивал, и Мексика – мафия. Светлана, вы хотели бы попасть? Да, возвращаясь к вашему вопросу, есть еще пример польского проекта, сама когда-то была участницей, стадии Турсту Полон. Очень много студентов города Харькова принимают участие, но, скажем, чем отличается от того, чем занимаются ребята, они на постоянной основе это делают, то есть постоянная деятельность. А в том проекте есть по сезонам, также стажировки двухнедельные, когда приезжают в Польшу ребята и знакомятся со страной, рассказывают, потом положите нам опыт и… Спасибо. Есть ли вопросы еще? Если нет, я завершу. Мне непонятно пока вот что. Сколько людей будет участвовать дальше в этих проектах? Вот мы видим сейчас двух ребят. Сколько поучаствовать сейчас, сколько будет участвовать в следующем, в этом уже году, да, он только начался? Да. Планировалось, чтобы у нас в регионе, в Центральном участвовало 10 человек и в Западном регионе 10 человек. Ну, к сожалению, не у всех получилось с визой, с получением визы, как бы из-за такой сложившейся ситуации в стране. Поэтому сейчас у нас на проекте участвуют 7 человек и в Западном регионе 8 человек. А не получилось с визой в Украину? В Украину? Да. Это то, что ты узнаешь в Айсеке, что на самом деле визу в Украину очень сложно получить и на некоторых странах. А в чем причина проблемы получения визы в Украину? На данный момент это ситуация в стране. Ну, то есть, опять же, те стереотипы, которые существуют у нас в стране, далеко не все посольства позволяют своим гражданам, ну, дают им возможность въехать в Украину. Я добавлю о продолжении проекта. На самом деле запланировано продолжение проекта такого Филы Украины. Ну, у нас здесь уже опыт в таком небольшом объеме, 7 человек. Но летом планируется национальным комитетом Айсек в Украине запускать такой проект со 150 стажерами на всю страну в Западном регионе. 75 человек. В условно-центральном, в который мы входим, это 75 человек тоже. А вот Кристофер из Мексики, Хьюго из Бразилии. Остальные участники и откуда? Какие страны? Да, это Египет, Мексика, Бразилия, Египет, в Западном регионе есть еще Австралия, Турция, Китай, если я не ошибаюсь. Да. Ну, помимо вот стран, которые я назвала. Здесь в этом регионе Египет, Турция, Бразилия и Мексика. Ну, вот на данный момент конкретно в проекте Feel Ukraine, то есть есть у нас другой проект от Айсек в Харькове, в котором принимают участие из других стран, волонтеры тоже. Конкретно на Feel Ukraine в Харькове сейчас 4 человека из Мексики, 2 человека из Бразилии и 1 человек из Египта. Спасибо, спасибо большое за то, что вы делаете, удачи и делайте это как можно дольше, лучше, чтобы как можно больше людей вовлекалось, потому что границы между странами должны исчезать, мы должны лучше узнавать друг друга. Спасибо большое и спасибо вам. Спасибо. Спасибо.